Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам. И давайте прочитаем еще раз пятую главу с 23 по 33 стихи. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена дабоится своего мужа. Посмотрите на 29 стих. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти. Можно это своими словами так сказать. Никакой здравомыслящий человек, никакой психически здоровый человек не ненавидел своей плоти. А некоторые из древних комментаторов Они сказали что-то так. Вы человек. Предположим, что вам 45 лет или 50 лет. А ваше тело уже не такое красивое. Но все же это ваше тело. Вы можете посмотреть в зеркало и сказать, «Да, толстею». Я все страшнее и страшнее. Я выгляжу как горилла, которую побрили. Но даже если вы посмотрите в зеркало и увидите вот это, все равно вы заботитесь о своем теле. Вы не колете его ножом, потому что вам не нравится это тело. Вы все же моете его. Заботитесь о нем. Если оно заболеет, вы хотите, чтобы оно выздоровело. И комментаторы относили то же самое к жене. Она — ваше тело. Может быть, во многом она не такая, как вам хотелось бы. Может быть, она не такая, как ей самой хотелось бы. Но она — ваше тело. И если бы вы чем-то вредили ей, приносили бы ей какое-то страдание, то вы были бы просто сумасшедшим человеком. Если вы видите свои собственные несовершенства, однако же вы заботитесь о себе, холите себя или леете, не должны ли вы холить или леете ее, хотя у нее есть недостатки? Будете ли вы чего-то требовать от нее, чего не требуете от себя? Мы — несовершенные люди. Мы вышли из этого падшего мира. Поэтому требуется милость. Требуется прощение. И самое важное слово — благодать. Ваша жена охарактеризовала ли бы вас, как человека благодати? А чувствует ли ваша жена себя даже неловко от того, как хорошо вы к ней относитесь? И, действительно, только так и можно повергать человека в состояние неловкости. Поясню, что я имею в виду. Если я возвращаюсь домой из офиса, и я в плохом настроении, ну, так на самом деле никогда не происходит, так что это чисто гипотетическая ситуация. И так я возвращаюсь домой, и я в плохом настроении. И я захожу домой, и вижу, что ужин не готов. И я говорю что-то, что не должен говорить. Если моя жена развернется, и покажет мне, что она тоже в плохом настроении, и если она недвусмысленно даст мне понять, что ей совсем не нравится мое отношение, что в этот момент произойдет? Я чувствую совершенно оправданным в том, что я сделал. Я сделал неправильно, но она сделал неправильно. Но если же я приду домой в плохом настроении, и я зайду в дверь, и скажу что-то неприятное, нечуткое, что-то, что не будет демонстрировать любовь, и моя жена отреагирует на это как Христос. Вы знаете, что произойдет? Я буду испытывать стыд. Я словно бы собрал горячие уголья себе на голову. Она достигла правильным способом то, что многие женщины пытаются достигнуть неправильным. Ваш муж живет неправильно, и вы его за это отчитываете. Вы даете ему, что он заслуживает. Это когда-нибудь приводит к хорошему результату? Это когда-либо изменило вашего мужа? Нет. Но если он придет домой, и он неправильно себя ведет, а вы поведете себя как Христос, то это постыдит его, хорошим способом, хорошим образом. Видите? Now, look what it says here. That a man nourishes and cherishes his body. Здесь говорится, что человек питает и греет свое тело. He nourishes it. Он питает. Эктрефо. Эктрефо, по-гречески. To feed. Кормить. To... It's sort of like the idea of raising or nourishing children. Или вскармливать, то есть воспитывать ребенка. To promote health and strength. Создавать здоровье, укреплять силы. To bring something to maturity. It's even used with regard to education, to educate. Now, let's just apply this to our marriage. What should I be doing for my wife? Feeding her. Not just bringing home money, so that the family can eat. But feeding her as a person. Но кормить ее как человека. That she might grow as a person. Чтобы она возрастала как личность. Nourishing her. Взращивать ее. Raising her up. Возвышать ее. Promoting her spiritual health and strength. Укреплять ее духовное здоровье и силы. Educating her. Способствовать ее обучению. Helping her grow to maturity. Помогать ей возрастать в зрелости. Вау. Я знаю, что вы сейчас, наверное, думаете. Я это не делал. Мы все в какой-то степени здесь не дотягиваем до нужной планки. Но это не должно служить оправданием, чтобы продолжать это делать. И позвольте вам напомнить. Я здесь не просто для того, чтобы читать стихи. Это повеления Божьи. Это не просто какие-то красивые романтические афоризмы. Это не просто какая-то глупенькая поверхностная песня о любви. Это то, что Бог повелевает. Он потребует этого от вас. Видите вы это? Видите вы это? И здесь также присутствует идея греть ее. Греческое слово «тальпо» обозначает «согревать». Это слово может обозначать «нежно заботиться о ком-то». Как мать нежно держит ребенка на руках. «Тендерность». Знаете, что мне нравится в русских? Они такие твердые. Некоторые из вас выглядят достаточно хмурыми, твердыми. Это хорошо. Мужчины должны быть такими. Но послушайте. Нам трудно бывает научиться нежности. Мы должны быть нежными. Я думаю, что это была женщина Джима Эллиотта, я думаю. Элизабет Эллиотта. Я прочитал как-то в одной ее книге. Она рассказывала о том, как в колледже у нее была подруга, и у этой подруги, в свою очередь, был друг, который очень ее любил. Если я правильно вспоминаю детали этой истории, он не был красавцем. Но он завоевал сердце этой девушки тем, что он посылал ей цветы. Но не это, на самом деле, завоевало ее сердце. А то, как он писал свое имя. Представим себе, что его звали Джон. Он подписывался так. С нежностью Джон. Вот это вот слово, которое привлекло ее внимание. Вы призваны быть нежными к своей жене. Прежде чем мы поженились, мы открывали дверь перед своей будущей женой. После того, как мы поженились, мы садимся в машину. Жена стоит. А мы опускаем стекло. И говорим, а ты что там стоишь? Садись в машину. Ну, не должно быть так. Я сам в этом виновен. Но так не должно быть. Не у христиан. Однажды я работал официантом в ресторане. И там же был еще один молодой человек. Он мыл посуду. И он был боксер, который выступал на турнире «Золотые перчатки». Он был быстрый и он был добрый. И он был быстрый и очень хорош. Но я был больше него. И он всегда хотел со мной подраться. Но затем возникла проблема, которая всему помешала. Я обратился к Богу. И когда я обратился, когда вы обратитесь, уже нельзя драться. И он это знал. И каждый день он мне что-то говорил. Он все время меня подкалывал. И однажды я нес гору посуды. И я уже не мог больше этого сносить. Он сказал мне что-то. Я бросил эту посуду. Я сказал, пойдем. Прямо здесь, прямо сейчас. Сейчас я буду тебя евангелизировать. И как только я это сделал, я почувствовал, что словно бы нож пронзил мне сердце. И я опустил голову. И ушел. И я вернулся сейчас спустя. И сказал, прости меня. Люди надо мной насмехались. Я сказал, прости меня. Я виноват. Произошла радикальная перемена. По крайней мере, с моей стороны. Это радикальная перемена. Мы должны радикально измениться. Мы должны отличаться от других людей. Мы должны относиться к нашим женам иначе, чем относятся мирские люди. Мы уже не такие, какими были прежде. Мы не как другие люди. Мы сыновья Божьи. Мы уже не поступаем так, как мирские люди. Мы не относимся к своим женам плохо. Мы не пренебрегаем ими. Мы питаем их. Мы относимся к ним с нежностью. Жена часто смеется надо мной. Она говорит, прежде чем я вышла замуж за Пола, он даже не знал, как читать и писать. Он жил в лесу все время. До того, как он женился на мне, он даже обувь не носил. Он не умел пользоваться ножом и вилкой. Он ел всю еду голыми руками. Но это, конечно, преувеличение. Немножко преувеличение. Но я стал христианином. Теперь уже такое поведение неприемлемо. Если я открываю дверь перед своей женой, и люди из моей семьи увидели бы это, они бы посмеялись надо мной. Что ты делаешь? Но теперь я уже не такой, как был раньше. И мы с вами не такие, какими были раньше. Мы мужчины, но мы мужи Божьи. Мы люди благодати. Мы люди милости. Мы слуги. Мы уже не будем убивать. Но мы будем умирать в служении другим. Это начинается с нашей жены. Она должна знать, что ее любит. Вы должны поступать соответствующим образом. Вы должны говорить ей, Один человек сказал мне, ну, я просто другой человек. Я вот не могу сказать своей жене, что я ее люблю. Просто я другой. Я говорю, я знаю, что ты другой. Так покайся и исправься. Изменись. Стань как Христос. Проявляй свою любовь в делах. И проявляй свою любовь в словах. Говори ей. Показывай ей. Показывай детям. Говори своим детям. Я помню, когда Иану было четыре года. Он подбежал ко мне в церковь. Я сказал, сынок, я тебя люблю. И рядом стоял один парень. И он начал плакать. Я спросил, брат, что не так? Что случилось? И он сказал, мой отец мне никогда не говорил ни разу, что он меня любит. Понимаете? Мы стали другими. Нет сейчас времени подробно разбирать это. Но посмотрите на 33 стих. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Этот стих показывает, что есть отличия между мужчинами и женщинами. И мы не нужно доводить этого до крайности, но это так. Позвольте открыть вам секрет. Помните, я вам раньше рассказывал уже о научном открытии? А теперь послушайте. Мужчины. Женщины другие. Ваша жена не как вы. Она не. Не как вы. И в этом проблема. Потому что вот что вы часто делаете. Вы думаете, что бы мне понравилось? И это вы делаете для своей жены. Но ей не обязательно нравится то, что вам нравится. Например, наступает день рождения жены. И я протягиваю своей жене подарок. Говорю, дорогая, я купил тебе ружье. Но ей не нужно ружье. Моя задача узнать, что же нравится моей жене. Не что мне хочется. Это основывается на повелении Писания, что мужья должны любить своих жен, а жены должны уважать своих мужей. Женщины нуждаются в любви, и проявить эту любовь можно уникальным, особенным образом. И есть уникальный и специальный способ, в котором мужчинам нужны свои проявления любви. Для мужчинам очень важно уважение. Это не значит, что женщинам не нужно уважать. И это не значит, что мужчинам не нужно чувствовать себя любимыми. Но каждая из этих групп нуждается в этом по-особенному. Давайте дать вам пример. Мне, например, не требуется, чтобы жена звонила мне трижды в день и говорила, «Пол, я тебя люблю». Мне не нужно, чтобы она приносила мне цветы. Мне не требуется, чтобы она писала мне такие карточки, оставляла, «Пол, я тебя люблю». И потом внизу подписывала, «Целую, обнимаю, целую, обнимаю». Мне это не нужно. А ей нужно. Ей нужно. Ей нужно, чтобы она видела мою любовь. Ей нужно слышать о моей любви. И моя любовь к ней должна постоянно подтверждаться. Мне это не нужно. А ей нужно. Дальше обращаюсь к женщинам. В чем нуждается ваш муж? Большинство женщин совсем этого не понимают. Более того, они очень часто против этого действуют. Делают все, что возможно против этого. Муж нуждается в уважении. Уважении. Это то, что мужчине нужно. Если моя жена меня не уважает, это все равно, что отрезать волосы Самсона. I just lose all strength. Если Самсона постричь, то он потеряет силы. I do. И так же и со мной. Если моя жена меня уважает, it changes everything. То все меняется. I mean, I could wake up in the morning. Я мог бы проснуться утром. And the 6.5 billion people who live in this planet. could be in my front yard with signs saying, down with Paul, down with Paul. And if my wife respects me, it's not going to affect me that much. And if my wife respects me, it's not going to affect me that much. It fills a man with hope. Потому что уважение жены дает мужчине надежду. It builds a man up. Это его укрепляет. When you show him respect. Когда вы показываете свое уважение мужу. It tears him to pieces when you do not. И если вы не проявляете уважение, это его просто разрывает на клочки. Dear lady, Does it hurt you, break you, when your husband does not show you love? Does it wound you like being cut with a knife when your husband doesn't show you love? Yes. It kills your hope. Men feel the same way. When they get more respect at work, than they do at home. When they get more respect at their church, than they get at home. It's a sad thing when a man says this. Очень печально, когда мужчина говорит, I work construction. Я работаю на стройке. And I have 25 men under me. И у меня 25 человек в подчинении. And they are some of the toughest men you've ever met. Это самые жесткие, грубые люди в мире. Но каждый из них меня уважает. Но каждый из них меня уважает. Но когда я отправляюсь домой, жена меня не уважает. Я говорю таким мужчинам, что им нужно делать. И они это делают. Но все, что я говорю, моя женщина, она просто борется на меня. Я говорю работникам на стройке, что нужно делать, они это выполняют. Что бы я ни сказал моей жене, она всегда говорит против. Перед нами мужчина, который готов сражаться с целой армией врагов. Но дома у себя он полностью уничижен и опустошен. Женщина, ты не можешь себе представить, как ты сильно можешь повлиять на своего мужа. Знаете такое высказывание? За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Это правда. Это правда. Вы желаете, чтобы ваш муж стал лучше. И вы можете сделать его лучше. Вы можете так сильно ему в этом помочь. И никто другой не сможет сделать того, что вы можете делать. Но вы не достигнете ничего, если будете с ним бороться. Если вы будете его унижать. Будете его критиковать. Будете постоянно тыкать его носом в недостатки. Это нельзя делать. И вы можете превратить свою жену. Не тем, что ты будешь нетерпимым к ней. Не тем, что ты, сплеснув руками, будешь уходить от нее. Не тем, что ты будешь ее критиковать. Но тем, что ты будешь ее любить. Тем, что будешь ее любить. Удивительно, на что способна любовь. Как она способна преобразить женщину, сделать ее красивой. И удивительно, как уважение способно укрепить мужчину. Давайте откроем первое послание Петра. Третья глава. Первый стих. И второй. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих без Слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Now, this verse begins with the phrase, in the same way. Этот стих начинается со слова так же. It's linking chapter 3 to chapter 2. Слово так же связывает третью главу со второй. А о чем говорилось во второй главе? He's talking about believers, who are being persecuted. Там говорилось о верующих, претерпевающих гонения. Now, sister, listen to me. Сестра, послушай. He's talking about believers, who are being persecuted. Петр говорит о верующих, которые претерпевали гонения. I mean bad. Им было очень тяжело. И затем он говорит женщинам в церкви. In the same way you wives be submissive to your own husbands. Так же и вы, то есть точно таким же образом и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. He's talking about unbelieving husbands. Он говорит в данном случае о неверующих мужьях. О мужьях, которые непокорны слову. И может быть даже к тем мужьям, которые гонят жену за ее веру. Как же нужно изменять такого человека? Как можно его изменить? Этого неверующего мужа. Этого мужа-гонителя. Посмотрите, что говорит Петр. Чтобы они без слова приобретаемы были. Почему он это говорит? Вы знаете, почему. Вы знаете, почему он это говорит, не так ли? Потому что если вы хотите завоевать своего мужа, если вы хотите показать ему, что он неправ, то что вы обычно делаете? Чем вы пользуетесь? Словами. Языком. Не правда ли? Если муж не делает то, что вам кажется он должен делать, как вы его исправите? Словами. Спором. Критикой. Позвольте спросить вас. Это когда-нибудь вам удавалось? Это когда-нибудь удавалось? Нет. Никогда. Вы никогда, ни разу в жизни не видели успех, этого метода. О, да. Вы давали ему выслушать такое. Вы даже побеждали его в споре. Вы показывали ему. От этого ваш брак стал лучше? Сделали ли это его лучшим человеком? Стал ли он вас больше любить за ваш язык? За ваши слова? Нет. Нет. Мне хотелось бы привести вам пример. Гоя в Романс. Ходите место, но гоя в Романс, chapter 12. Заложите пальцем третью главу первого Петра и откройте римлянам двенадцатую главу. Look at chapter 12, verse 18. Римлянам двенадцатая глава, восемнадцатый стих. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Будьте в мире со всеми людьми. Теперь девятнадцатый стих. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. Не мстите за себя, говорится здесь. Что же нужно делать? Оставьте место, буквально, дайте место гневу Божьему. Если вы сами будете мстить, то вы не оставите место Божьей рабочей. Я помню однажды в Перу, пастор рассказал мне такую историю. Они проповедовали Евангелие в горах, там случился мятеж, и некоторые неверующие пошли к властям и наговорили всякой лжи против христиан. Неверующие избили христиан, однако пошли к властям и сказали, что это христиане напали на них. Одна женщина, которая особенно повела себя грешно, она делала вид, как будто она инвалидка, как будто ее инвалидизировали верующие. И она приехала на кресле-каталке, при этом она просто делала вид. И все говорили верующим, вы лучше найдите себе хорошего адвоката. И подайте против них в суд. Но верующие собрались вместе и стали молиться. Они не стали мстить. Они молились и молились и молились. Приближалось время суда. Верующим угрожала большая опасность. Женщина, которая делала вид, что ей нанесли травму, и теперь она не может встать на ноги. Когда никто не смотрел, она поднялась, перешла через дорогу, и ее сбил грузовик. И она оказалась на самом деле в кресле. И судебное дело закрыли. Они оставили место гневу Божьему. Они оставили место Богу для его действия. Мне нравится ездить в Европу, потому что мне нравятся замки. Знаете, что странного? В замках обычно передний вход очень широкий. Огромный. 25 человек, идя рука об руку друг с другом, могут пройти в дверь. Но во многих замках есть такая интересная деталь. Ступеньки, ведущие на второй этаж, вот такой ширины. А дверь наверху ступенек, наверху лестничной клетки, вот такой ширины. И вот такой высоты. Почему они так строили? Вот почему. Представим, что снаружи замка, большая армия, они ведут войну против замка. Тысяча солдат. А в замке прячется всего лишь 10 человек. И эти солдаты выбьют переднюю дверь. И они ворвутся внутрь здания. Все закончилось. Нет, но люди, которые прячутся в замке, они бегут на второй этаж. Внизу ждут тысячи солдат. Но по этим ступенькам они могут подниматься лишь по одному человеку. Поэтому один человек с длинным копьем может защищать практически весь замок. Это иллюстрация вас и вашего мужа. Ваш муж сидит в своем замке. Вы, как жена, объявили ему войну. Представим, что он действительно неправ. Он действительно ошибается. И вы объявили ему войну. Он выглядывает через окошко. Вот вы идете. Вы выбиваете переднюю дверь. Что он делает? Он делает то, что сделал бы любой мужчина. Он бежит. Он бежит на второй этаж. И он запасся копьем. И у вас меч. У вас огромный меч. Называется язык. И вы нападаете на него. Но вы, конечно, духовная сестра. И все время, пока вы нападаете на него, вы говорите, Господи, помоги мне изменить этого человека. Господи, помоги мне изменить этого человека. Помоги мне изменить этого насквозь прогнившего, бесполезного человека. И каждый раз, когда вы просите Бога о помощи, Господи, помоги мне изменить этого человека. Бог говорит, дай мне место. А вы не даете. Потому что вы продолжаете сражаться. Вы не уходите в сторону. Господи, чего же ты мне не помогаешь? Я уже замужем за этим человеком 15 лет. Почему ты до сих пор его не изменил? Уйди из дороги. Господи, почему ты мне не помогаешь? Дай мне место. Господи, помоги мне. Ну ладно, хочешь сражаться, сражайся. Вы хотите, чтобы Бог работал в вашем муже? То, сестра, скажу вам. Хотите, чтобы Бог работал в вашем муже? То отойдите с дороги. Закройте рот и уйдите с дороги. Как вам это нравится? Не слышу аминей. Аминь, сестра? Сейчас уже созрело место для пробуждения, духовного пробуждения. У вашего мужа прямо сейчас будет пробуждение. Видите, что мы делаем? Видите? Это не какая-то тайна. Проблема в том, что мы просто непослушны Богу. И вот что самое печальное. Бог позволяет вам жить в вашем непослушании. Он позволит вам жить в вашем непослушании дальше. Так как же изменить жену, спрашиваю я у мужчины? Критикуйте ее. Лишите ее любви. Будьте к ней холодны. Продолжайте. Посмотрите, что из этого получится. До сих пор это ни к чему хорошему не привело, а только ухудшило все. Жена. Продолжай критиковать мужа. Пожалуйста. Поговори до посинения. Или лучше уйди в сторонку. Я имею в виду, как долго ты хочешь продолжать сражаться сама? Как долго? Позвольте предупредить вас. Некоторые из вас уедут с этой конференции. И вы скажете, да, это правильно. И вы попытаетесь. Вы попытаетесь. И если через неделю муж коренным образом не изменится, вы снова вернетесь к старому. Вы не можете сказать, что вы будете выходить и попробовать это, чтобы проверить, если это работает. Нет, нельзя уезжать отсюда и говорить, ну я попробую. Сработает ли? Вы действительно видите, что это то, что Бог нам предупредил. Если вы действительно видите, что это то, что Бог нам заповедует, то нужно твердо следовать этому пути. Некоторые из вас примерно через неделю скажут. Ну я пытался ее любить. Она не изменилась. Неделю. Поздравляю. А попробуйте любить ее всю жизнь. Попробуйте всю жизнь посвятить тому, чтобы любить свою жену, посвятить себя тому, чтобы быть более похожими на Иисуса Христа. Я не прошу вас, чтобы вы попробовали какой-то человеческий план, чтобы вы попробовали какое-то ухищрение, сработает ли. Я прошу вас на всю жизнь стремиться быть более подобными, как Иисус Христос. Жены, я знаю, что вы сейчас думаете. Ну я попробую. Нет, не надо просто попробовать исполнять Божьи заповеди, а вдруг получится. Нужно исполнять их всю жизнь. Всю жизнь. И жены, пожалуйста, не уезжайте отсюда с неправильным отношением. Я знаю, что вы сейчас думаете. Вот оно. Я приеду домой. И я уйду с пути. И Господь его убьет. Это неправильное отношение. Вы не должны этого даже хотеть. Мужчины, позвольте вам кое-что сказать. Мужчины, как лампочки. Как только вы включаете выключатель, лампочка зажигается. Выключаете. Лампочка выключается. А женщины, как утюг. Воткнешь. Поднадобится много времени, прежде чем он нагреется. Выключишь. Поднадобится много времени, прежде чем он остынет. Вот что произойдет. Мужчины, вы очень часто терпите неудачу. Потому что вы, как и я, у вас длинный список неудач. Правильно? И сегодня вы принимаете решение измениться. И предположим, что вы действительно проявляете любовь к жене целых пять минут. Я знаю, как мужчины функционируют. Вы обижали свою жену много лет. Потом вы мило с ней обращаетесь пять минут. И говорите, дорогая, теперь все в порядке. А она отбрасывает вашу руку. Понадобится много времени, чтобы завоевать свою жену. Чтобы доказать ей, что это на самом деле, реально. И жены, вы знаете, проводятся иногда всякие занятия, курсы красоты, курсы визажистов. Ну, я сейчас преподам вам курс, как быть некрасивой. И вы поймете, о чем я говорю. Вы когда-нибудь видели пожилую женщину, и в ее лице выражение горечи и злобы. Многие из вас находятся на пути к той же самой точке. Потому что вы не прощаете. И вы заставляете своего мужа заслужить прощение. И вы говорите, я не как ты. Мне понадобится время. Я женщина. Мне понадобится время. Но это не то, что Иисус вам заповедует. Иисус сказал, если придет семь раз и попросит прощения, прости его семь раз. И самый быстрый способ, как человека от себя оттолкнуть, это не дать ему прощение. Позвольте сказать вам. Хорошо, женщины. А вы войдете в спальню. Ваш муж уехал на работу. И оставил на полу грязные носки. Вы посмотрите на эти грязные носки. И у вас начинается лихорадка. Вы настолько разозлились. Вы просто сидите, держите носки в руке. Когда он придет домой? Носки! Ты оставил носки на полу. Если вы это сделаете, то у вас психическое заболевание. На самом деле. Вы так разозлились из-за какой-то пары носков? Вам нужно душепопечения. Или, может быть, происходит что-то другое. Этот взрыв, который у вас произошел, на самом деле относился не к носкам. Дело все не в паре носков. Это лишь фитиль. А что взорвалось Это ваши ощущения всех тех остальных недостатков, которые вы находите у своего мужа. Всех его ошибок, которые вы не простили. Непрощение подобно тюрьме, которую вы строите для себя. И Иисус это сказал. Вы не выйдете из этой тюрьмы, пока не отдадите последнего кадранта. Я знаю, что времени осталось мало. И будут еще ответы на вопросы. Но я даже не успел еще дойти до темы детей. Может быть, мы сможем еще немножечко об этом поговорить. Но посмотрите в Ефесянам, 6 глава. Первый стих. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо это требует справедливость. Дети, повинуйтесь своим родителям. Родители. Мама и папа. Отец и мать. Теперь посмотрите на 4 стих. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Мне хотелось бы кое-что сказать. Я не против воскресной школы. Я против того, как некоторые воскресные школы функционируют. Но я не против воскресной школы. Или молодежной группы. Или катехизация детей. Все это может быть очень-очень хорошим. Это может быть прекрасным служением в церкви. Но это не заменит ответственности отца. И если вы, как отец, не учите своих детей заповедям Божьим, то вы напрямую нарушаете Божье повеление. И заметьте, здесь не говорится о матерях. Здесь говорится, отцы делайте это. Большинство отцов никогда не учат детей. Они кричат на своих детей, когда те сделают что-то не так. Но учат ли они их? Вы скажете, но я не учитель. Ну тогда поспешите и станьте учителем. Не обязательно учителем в церкви. Но дома? Да, обязательно. Это ваша ответственность как мужчины. Мы видим, как сыновья, мальчики в семьях становятся все более феминизированными. Почему? Потому что перед ними, у них перед глазами нет примеров мужчин, которые бы их учили. Они видят свою мать больше, чем отца. И в школе большинство учителей — женщины. У них нет образца мужчины перед глазами. Наша работа — показать им такой образец. Однако мы должны показать им образец библейского мужчины. Человека, который любит Бога. В котором проявляется плод Духа. Это наша ответственность. И мы не можем перекладывать ее на церковь. Церковь нам может помогать. Церковь может быть большим благословением в этом деле. Однако они не могут занять место отца, который бы наставлял и мальчишек, и девчонок. Вы должны это делать. Если вы не знаете, как это делать, пасторы вам помогут. Вы можете взять какой-нибудь катехизис и пользоваться им. Вы можете учиться параллельно с вашими детьми. Немногие люди это знают, но это так. Ранние баптисты и ранние евангельские христиане отвергали идею воскресных школ. Правда. Они боялись этого. Знаете, как они объясняли свой страх, свое нежелание? Они говорили, если только мы начнем проводить воскресные школы, то отцы начнут пренебрегать своими обязанностями по наставлению детей. И они оказались правы. Не так ли? Это повеление. Посмотрите. Вот повеление. Вы не делаете. Вы в обеспечении. Если вы это не делаете, вы не послушны Богу. Это вот прямо здесь написано. Можете открыть второзаконие, шестую главу. Там вы найдете то же самое повеление. Послушайте внимательно. Вы должны работать, чтобы обеспечивать семью. Приезжайте на работу как можно раньше. Работайте как можно лучше. Приезжайте домой как можно раньше. В первую очередь позаботьтесь о жене. Во-вторых, о ваших детях. И в этом контексте вы можете служить церкви. Вот что мы из себя представляем. Как мужчины. Наша жизнь, жизнь тех мужчин, вращается вокруг семьи и церкви. Мы работаем, чтобы содержать себя, то есть, чтобы оставаться в живых. Мужчины работают на заводе или где-то еще, чтобы получить деньги, чтобы их семья могла жить. Однако наша жизнь не сводится к работе. Наша жизнь — это семья и церковь. И то и другое мы можем совершать, не пренебрегая ни тем, ни другим. Понимаете? Это очень важно. И даже когда мы работаем на светской работе, цель этой работы — не просто заботиться о вашей семье. Там есть еще одна цель. Это свидетельствовать о Христе, приводить людей ко Христу. Я знал одного дьякона несколько лет назад, который был во Флориде. Ему предложили работу в другом городе, и зарплату обещали в три раза выше, чем он зарабатывал сейчас. В три раза повышали зарплату. Однако он отказался от этой работы. Почему? Он сказал, что это слишком сильно меня бы отвлекало от семьи и церкви. У него были правильные приоритеты. Если бы Бог направил его туда для свидетельства, то неплохо. Но он знал, что Бог хотел бы, чтобы он остался там, где он был. И он сделал правильный выбор. На самом деле. Давайте помолимся. Отче, благодарим Тебя за Твое Слово. И я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты помог Твоему народу, чтобы все мы жили в большем послушании. Во имя Христа. Аминь.